Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и в этом видео я хочу рассказать, какие стратегии я жду больше всего в 2018 году. Естественно, если я не упомяну те игры, которые наиболее ожидаемы вами, то делайте это в комментариях. Поехали. Вообще, следующий год не богат на пошаговые стратегии, будет несколько интересных тактик, а вот именно стратегий немного. Поэтому в этом видео некоторое засилье рилтайм-стратегии. Начну, пожалуй, с Age of Empires, причем Microsoft сделала аж несколько анонсов. Во-первых, это ремастеринги первых трех частей. Причем ремастеринг Age of Empires под номером 1 должен был выйти в этом году, но его перенесли на следующий. Видео геймплея уже есть, вы можете его наблюдать у себя на экране. Отличие от High Definition версии ремастеринга в том, что все текстуры заново перерисованы, а не просто увеличено разрешение. Ну и, соответственно, по идее, все это оптимизировано под современные компьютеры, под современные средства связи и так далее, и так далее. В принципе, если разработчики никакой от себятины добавлять не будут, то я с большим удовольствием и в первую Age of Empires поиграю, и в вторую отремастериную. Но проблема тут только в том, что пока, вроде бы, эти все Age of Empires будут доступны только в Windows Store. Ну, это магазин приложений от Microsoft. И более того, почему-то требуют для своего запуска только 10 Windows. Ну, это бред, конечно же. Других минусов этого анонса я не вижу. Другой анонс более глобальный, но о нем и известно не так много. Это Age of Empires 4. То есть это совершенно новая игра в мире Age of Empires. А ее разработкой занимается Relic Entertainment. Эта славная компания начинала свой путь с великолепной космической стратегии Homeworld. А последней работой Relic Entertainment был Warhammer 40 000 Dawn of War 3. Довольно холодно принятая публикой стратегия, в которой много было упрощений. Я делал по ней стрим, но, откровенно, мне не захотелось в нее играть. Да и на Steam у нее только 49% положительных отзывов. Видео геймплея Age of Empires 4 нету, но есть интервью с разработчиками. И мне пока не очень нравится, что они говорят, боюсь, как бы и Age of Empires 4 не было упрощен. Хотя, в принципе-то, это не особо сложная стратегия. Но такое ощущение, что они пытаются из нее какой-то свой вариант мобы сделать, как бы это ни странно не звучало. В общем, дай бог, чтобы Relic Entertainment Age of Empires 4 сделали все-таки той самой цивилизацией в коротких штанишках, а не какой-то смесью мобы и стратегии. И если говорить про пошаговые стратегии, а точнее в данном случае про пошаговую тактику, то я, несомненно, больше всего жду игру Phoenix Point от Джулиана Гэллопа. Если кто-то внезапно не в курсе, то Джулиан Гэллоп является создателем оригинального XCOM, да-да, вот тех самых первых. И с тех пор все не бросает надежды создать XCOM своей мечты. И мне кажется, ну, по всяком случае, по заявлению разработчиков, Phoenix Point к этому самому XCOM мечты близко подходят. Во-первых, здесь не будет объединения всего человечества перед инопланетной угрозой, а вроде как инопланетяне победили, и у нас на планете некая смесь Fallout, XCOM и любой другой ролевой игры. Вы сможете играть за разные фракции, у которых совершенно разные цели. Одни, например, ненавидят инопланетян, а другие им поклоняются. Соответственно, у вас разные будут возможности, разные прокачки и так далее и тому подобное. В самих тактических боях вроде как не будет этого дикого рандома. Сложная система с ранениями, как и в Fallout можно будет стрелять по разным конечностям, и, соответственно, попадание в них будет вызывать разные эффекты. Ну и вообще, Джулиан Галлоп уже, можно сказать, старичок, ветеран пошаговых стратегий, но кладезь идей у него не иссякает. И действительно, Phoenix Point выглядит очень-очень многообещающе. К тому же и визуально он мало смахивает на какую-то инди-поделку. Еще один проект, на который явно повлиял успех нового XCOM'а, называется Phantom Doctrine. И интересно, скорее, не своим геймплеем, это опять же будут тактические бои, а атмосферой холодной войны. Причем это холодная война в альтернативной параллельной реальности 1983 года, и вы можете выбирать либо сторону ЦРУ или КГБ. Каких-то фишек, особенностей неизвестно, но я за этой игрой слежу. Возвращаемся к стратегиям. Tropico 6. Недавно анонсировали, ну хотя несколько месяцев уже прошло, но, к сожалению, судя по геймплейным роликам, судя по трейлерам, и вообще о том, читая то, что нам обещают разработчики, ничего особо нового в игре не будет. Да, более улучшенная графика, да, покрасивше. Ну, там какие-то острова дополнительно появятся, то есть не на одном острове, а несколько у вас островов будет. Вроде как будут предвыборные речи с обещаниями, но по-хорошему это всё то же самое Tropico, и это больше похоже на какой-то аддон к пятому Tropico, чем на новую игру. Тем не менее, я серию Tropico люблю, поэтому шестое Tropico тоже жду, но откровений в плане геймплея и новых идей здесь точно не будет. Примерно то же самое можно сказать об игре Anno 1800, но здесь, правда, вся серия такая, она идёт эволюционным путём. Недавно я делал стрим по Anno 1404, все те же торговые цепочки, а здесь мы надеемся, что всё-таки разработчики Anno вернутся к неким истокам, потому что последняя игра Anno 2205 Pro Будущее, она была слишком лёгкой, с каким-то разделением на несколько экранов на разных планетах. Ну, какие-то идеи, конечно, были неплохие, но в целом это какой-то получился казуальный, казуальная стратегия с примесью аркады, когда там вот надо было боевые миссии проходить на отдельном экране. А тут прикольная, причём тема индустриализации, игра называется Anno 1800, но судя по тому, что в ней происходит, это скорее не про 1800 год, а вообще про весь XIX век. То есть индустриализация, пар, фабрики. Я, например, это время очень люблю, мне оно очень интересно, именно ради атмосферы я Anno 1800 и жду. И тем не менее мне хочется, чтобы в геймплее разработчики вернулись вот к тем своим идеям времён покорения нового света. То есть Anno 1701, Anno 1503 и так далее. Поменьше, поменьше казуальщины и поменьше аркад. Поменьше экшена, если хотите, в этих играх. Давайте углубимся в экономику. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической браузерной стратегии ConsoleWar.ru И они тоже развиваются, пока в открытом бета-тесте, но после нового года мне разработчики обещали выкатить глобальное обновление, после которого все игроки смогут оказаться в одном огромном большом космосе. Да и сейчас в игре много всего интересного. Не забудьте заглянуть в ConsoleWar.ru. Из оригинальных новых проектов обращает на себя внимание игра Frostpunk. Думаю, многие из моих зрителей знают игру This War Is Mine. Года два назад разработчики из 11-Bit Studios выпустили эдакий симулятор выживания. Ну, это и стратегия, с одной стороны, но это не совсем та стратегия, которую многие подумали. И она собрала много положительных отзывов. Я вот, кстати, обзор по ней не делал. Слишком много проектов выходило. Я вот зато сейчас слежу за следующим. За следующей игрой от 11-Bit Studios под названием Frostpunk. Тоже выживание, только в этот раз это уже такая управленческая, экономическая стратегия. Идея в том, что на планете произошел какой-то катаклизм. В общем, вся планета превратилась в ледяной шар. И последние выжившие люди стараются, собственно, как-то продолжить человеческий род. Фирменный мрачный стиль из This War Is Mine. Как сами разработчики хвастаются, единственная игра, в которой можно истязать детей трудом и морить людей голодом. То есть вы действительно вроде бы почувствуете вот эту атмосферу безысходности. Единственное, что пока непонятно по поводу геймплея. Все-таки управленческая стратегия — это не хухры-мухры. Не у всех удается сделать ее интересной. Атмосферой, визуальным рядом, конечно, игра притягивает внимание. Но мне всегда более интересен геймплей. Если и здесь будет все пучком, то, несомненно, одна из самых интересных стратегий следующего года — Frostpunk будет. Ну а пока вот у меня в листе ожидания галочку поставил, что вам о ней рассказал. Еще одна игра с цифрой в названии — Spellforce 3. Но, правда, это все-таки больше ролевая игра, чем стратегия. Но это интересная смесь и того, и другого. Потому что вы ходите по миру игры, выполняете квесты, но иногда вам придется там и базы строить, и в битвах участвовать. Если кто-то играл вообще в Spellforce, то разработчики говорят, что они в первую очередь вдохновлялись первой частью, а не второй. Вообще разработчики Spellforce 3 всегда делали особый акцент на том, что ролевой игры и реал-тайм-стратегии в игре поровну. Возможно, я могу провести некоторые параллели с Allload'ами, но это не совсем правильно будет. Что Allload'ы, что Spellforce — это оригинальные довольно игры, но вот и в Allload'ах была такая смесь из RPG и RTS. Нам обещают решить проблему прошлых частей, когда битвы выигрывались просто мясом. У кого больше солдат, то ты круче. Теперь появится система аналог камень-ножницы-бумага. Надо будет думать, как ни странно это звучит для стратегии. И, кстати, среди всех описываемых проектов, этот появится раньше всех и вообще в начале декабря 2017-го. Так что, возможно, я зря говорю о ней как об игре 2018-го года, но так повелось, что игровой год заканчивается в конце ноября и начинается в начале декабря. Следующий оригинальный проект, в котором больше упор делается на тактику, называется Iron Harvest. Самое интересное, что узнал об этом проекте я, в первую очередь, как о настольной игре. Вот у тех ребят, у которых я играл в настольную ЦИЛу, они мне и показали вот эту настольную игру, в первую очередь, потому что в ней были очень необычные арты, изображения. И это, в принципе, перекочевало в компьютерную игру. Там вообще интересная штука. Вот я уже забыл, как этого художника зовут, вы уж извините, но в начале этот художник, по-моему, поляк, нарисовал вот эти необычные картинки. Кто-то их увидел и решил, что прикольно на основе этих картинок сделать настольную игру. А потом разработчики компьютерных игр увидели настолку и решили, что прикольно по этой настолке сделать компьютерную игру. Выглядит очень необычно все это, потому что, во-первых, атмосфера Первой мировой, а во-вторых, такая стилистика стимпанка, но очень необычная. Какие-то самовары на ножках. Борются три страны с очень клюквенными названиями Полония, Саксоны и Русвет. Русвет или Рассвет. Ну, Рассвет по-английски написано через букву U. В общем, выглядит это все очень прикольно. Дело только, как говорится, за малым, за интересным геймплеем. Если он будет на уровне, то в это играть будет точно интересно. Еще одна экономическая стратегия, которая ожидает нас в 2018 году, называется Surviving Mars. То бишь, выживаемый, выживающий Марс. Создает эту игру болгарская студия Hamimond Games. И, как ни странно, тут идут параллели с Тропико, потому что именно эта студия выпустила Тропика 3, Тропика 4 и Тропика 5. Видимо, надоело всей этой тропической фигней заниматься. Отдали другим ребятам, а сами делают абсолютно оригинальную стратегию в реальном времени. Ну, это, конечно, больше градостроительный симулятор или экономическая стратегия. Нам обещают весь процесс освоения Красной Планеты. От первой разведки и сброса припасов до строительства убежищ для отважных переселенцев. Ну, меня волнует одно, чтобы это не получилось Тропико на Марсе. Если будет вся та же фигня, хотя, я думаю, тут вряд ли будут выборы диктатора, но если экономически все будет точно так же, то, конечно, игра вторична. Пока по геймплейным роликам совершенно непонятно, насколько будет оригинален геймплей, но, в принципе, студия заслуженная и всегда выпускала добротные стратегические игры. Так что жду. Жду Surviving Mars. Последняя игра, которую я расскажу в этом обзоре, называется Ancestors Legacy. Выпускают ее, как ни странно, российское издательство 1С, а разрабатывают поляки из студии Destructive Creations. Возможно, некоторым из вас эта студия известна по шутеру Hatred. Так вот, Ancestors — это стратегия в реальном времени, в которой вы сможете выбирать одну из четырех фракций — викингов, англосаксов, германцев или славян. Но это не что-то типа Age of Empires или казаков, а скорее ближе к Total War и Myth, только именно в плане тактических боев. Разработчики говорят, что тактическая система будет очень продвинутой, будет учитываться рельеф, опыт бойцов, мораль. Более того, иногда даже придется практически от первого лица управлять какими-то войнами. Ну, пока звучит необычно. Во всяком случае, что-то оригинальное будет. И вообще мне всегда хотелось каких-то игр вот именно времен века IX-XI про славян, про германцев, в данном случае еще и англосаксов, которые где-то там бьются в районе нынешних Познани, Вроцлава и прочих мест столкновений славян и англосаксов. Но на данный момент неизвестна даже дата выхода. То есть просто говорят 2018, но вполне могут игру перенести на 2019, так что особой конкретики об игре нет. Ну и на этом, пожалуй, все. Вы можете еще написать, что я не рассказал о The Guild 3 или Northgard, но о последней игре я вообще уже кучу стримов сделал. Третьей гильдии я рассказывал в предыдущем подобном обзоре. Она и так уже вышла в ранний доступ, кстати. Я старался здесь рассказать о каких-то новых анонсах. А на этом все. Загляните на console.war.ru, не забудьте там ввести кодовое словосочетание Леша играет. И здесь в комментариях дополняйте мой список ожидаемых стратегий 2018 года. Всем пока. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.